Доброе утро, дорогие друзья! Мы смеемся, потому что 3 февраля это праздник, а праздник отмечается в этот день, всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Впервые русский маг был упомянут в берестиной грамоте по имеющимся у нас сведениям в 12 веке, и которую грамоту обнаружили археологи, разумеется. А слове, сначала было слово и какое, мы поговорим с феном союзописателей России, профессором, ведущим рубрики «Великий и могучий» Александром Семеновым. Александр Николаевич, доброе утро! Доброе утро! Давайте выясним, что же такое ненормативная лексика. Какие слова к ней относятся? Без перечисления, сейчас боюсь, что дети могут так сделать. Поэтому перечисляйте. Ну так, чтобы по классификатору, как говорится, по рубрикам, если разделить. Ну, слова ненормативной лексики, это слова, которые обозначают некоторые физиологические процессы. Так, это одно. Одно, да. Но другого как-то и не придумаешь. Не, но есть же и существительные, они к глаголам и процессам не имеют отношения. К глаголам и процессам существительным, конечно. Но, скажем так, некоторые органы человека, если очень мягко. Ну, давайте сейчас... А то вы не знали вопрос. Как говорят строители и археологи, давайте копаться. Давайте. С чем нам нужно бороться из этого? И вообще нужно ли это, на ваш взгляд? Я думаю, что с этим нужно бороться. Потому что это свидетельство плохой языковой культуры. Я, когда заходит разговор о том, зачем бороться, я вспоминаю своего приятеля. Он, кстати, был диктором на телевидении и на радио в Южно-Сахалинске. Виталия Гершун, надо вспомнить эту великую... Ну, привет Южно-Сахалинску. Да. Он никогда не матерился. Но зато, если он кого-то называл какава, это все, это последний человек. Какава? Какава. Или кастрюля. Но я не могу произнести, как он обращался к человеку. Да ты кастрюля. Это все, никаких матов не надо. Это был человек ниже всякого человеческого уровня. Вот к чему надо стремиться. Или если вас очень сильно задел дяденька, который... То есть в процессе вождения. Да, в процессе вождения, когда говорите. Который весело едет по дороге. Вы скажите ему, он все равно не слушает. Что он какава? Скажите ему, что он антрекот с изюмом. Это намного оскорбительнее, чем какава, понимаете? Надо просто владеть родным языком. И тогда необходимости в этом не будет. Ну вот смотрите, у нас, по крайней мере, Россия, мы, с одной стороны, хвастаемся тем, что мы одна из самых стран, которые могут виртуозно выражаться, в том числе и с употреблением ненормативной лексики. Но, как говорят специалисты, по количеству нецензурных слов и выражений, русский язык оказывается на третьем месте. А первенство удерживает английский язык. Как они говорят, F-words, которые на F начинаются. И на втором голландский, мы всего лишь на третьем. С голландским очень плохо знаком. Вот и я тоже вспоминаю. Вообще, если такой язык. Ой, это с попах, и ой, тоже другие. Понимаете, в чем дело? У меня вообще иногда возникают такие, я бы сказал, преступные в кавычках мысли. А может, снять всякие запреты? Ну почему одним словом называть это прилично, а другим неприлично? А потом, я вспоминаю, был это Акуджаву, и думаю, все-таки не надо снимать этих ограничений. Знаете, не пробуй этот мед, в нем ложка дегтя. Чего не заработал, не проси. Не плюй в колодец, не кичись. До локтя всего вершок. Попробуй, укуси. Час утренний трудам. Вечерний для раздумий. Для раздумьям осень, бодрости, зима. Весь мир устроен из ограничений, чтобы от счастья не сойти с ума. А в этом смысл, в этих ограничениях. Чтобы не сойти с ума. На протяжении многих лет изучают как раз. Да, ведь есть и словари русского мата. И ворники, и там чего-то. Да нет, ведь многие люди на этом себе, мало того, что сделали диссертацию, защитили, еще не имеют. Так еще денег заработали. Да, именно заработали. Причем анекдотичные случаи происходили с теми, кто заработал. К примеру, профессор Смирнова во дворе МГУ, старого здания, которое здесь на Охотном. Здесь, в Москве, ребята. Да, да. Обратилась к техникам, которые в канализационном люке что-то ремонтировали. И она им объяснила, как с точки зрения московского мата они должны друг другу объяснять. Говорят, что с теми было плохо в этом люке. Потому что седая благообразная женщина, понимаете. Ну, вот скажите, ведь на этом, как говорят, языке все-таки можно ведь очень красиво изъясняться. Можно. Вот Фаину Раневской, может быть, ей многое приписывают. Не общался с Фаиной Раневской, но... Ну, вы молоды, Александр Николаевич, естественно. Вот за это спасибо отдельно. У меня был любимый комбат, капитан Тыркин, который, когда начинал изменить материться... Это говорит из классики. Да, это из классики. Когда он начинал материться, собирался весь штаб, чтобы послушать. Это был единственный человек, в устах которого это звучало... Художественно. Художественно, спасибо. Ну, вот феерично. А, смотрите, опять же, есть такое понятие, коммуникативно оправданная лексика. О-о-о, нет. Из анекдота, если выкинуть слово, то он краски теряется. Логично, да. А у строителей, опять же, для сокращения... Конечно. Майны и виры, ведь всего два слова. А строительство, знаете, особенно затяги, за которое затянулось... Вира мостно-заполярная. Может быть, так как раз этих слов и не хватало. Может быть. Дело в том, что тут есть какая-то хитрость. Нельзя уходить только в коммуникацию, иначе мы в какое-то время перестанем понимать друг друга. К примеру, один из моих любимых героев, находясь в районе озера Ханка с капитаном Арсеньевым, в какой-то момент закричал, капитана, мой запах дыма найди. Он не сказал ни одной... Ну, ты понимаешь? Нет, капитан понял. Ну, правильно, они же служили, уже не первый день. Мы уже не первый год ходили по тайге. И они были вдвоем. Но можно дойти до того, что люди перестанут понимать друг друга. Но ведь он не назвал ни одной грамматической формы правильно. И коммуникативную функцию язык выполнил. Кстати, вот Джек Лондон говорил, крепкое словцо вовремя и к месту сказанное облегчает душу. Частая ругань лишает ругательства смысла. Правильно. То есть все хорошо в меру, да? И опять же, вот если про певцов говорить, из признапамятных Сергей, как говорится, Шнуров, опять же, вот из песни слов не выкинешь, ведь... Знаете, в чем дело? Или это к нему не имеет отношения? Это очень субъективно, потому что я, может быть, не очень разбираюсь в музыке. Но вы скажите, у него есть музыкальные вещи у Ленинграда, скажем так, не у Шнурова. Не у города, а у группы? Да, у группы, которые интересно слушать. Он что, музыкант? Это что, композитор? Пример такой, как Андрей Макаревич. Что-то, это не композитор. А тексты какие? Это что, поэзия? У нас время заказчика, к сожалению. Как детям объяснить, что это нехорошо, а? Вот в двух словах. Учить хорошие речи, учить кастрюлям, если хотите. И дома не изъясняться с помощью местных идиоматических выражений. Слушай, при своих детях изъясняться такими словами, по-моему, это даже не безнравственное преступление. Вот так мы это все. Спасибо вам большое. Мы говорим Александру Николаевичу большое спасибо. Не пропустите следующую рубрику «Великий и могучий». С праздником нас, дорогие друзья, и до встречи через несколько минут.